Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте, в том числе, от лица администрации поприветствовать вас на нашем очередном онкологическом форуме и продолжить разговор о лимфоме Ходжкина. Ну, в целом, обратимся несколько к статистике. На сегодняшний день злокачественное образование системы кроветворения, к сожалению, занимает все-таки первое место как причина летальности от онкологических заболеваний в нашей стране у молодых мужчин, у молодых женщин до 30 лет, у мужчин даже до 40 лет, у женщин в возрасте от 30 до 39 лет на первое и второе место все-таки выходят кинекологические раки. Что касается заболеваемости гемобластозами в нашей стране, со всей очевидностью можно сказать, что согласно официальной статистике она, конечно, недооценена, потому что, имея лишь практически в два раза меньшее количество населения в нашей стране, мы имеем, например, в сравнении с Соединенными Штатами, но практически там, вы видите, в шесть раз меньшее количество установленных диагнозов гемобластозов. Что касается лимфомы Ходжкина, безусловно, есть такое впечатление, что это самая благополучная опухоль, которая достаточно легко поддается куративной терапии, и каевые выживаемости, которые мы видим, видите, значимо эволюционируют. Если не брать какие-то крайние значения, то на сегодняшний день средняя выживаемость, там, пятилетняя, составляет более 80%. Эпидемиология лимфомы Ходжкина всем известна, это достаточно редкое онкологическое заболевание, всего лишь полпроцента от всех злокачественных новообразований и чуть больше 10% от всех злокачественных лимфом. Ну, в среднем около трех человек на 100 тысяч населения в год заболевает, и полчеловека на 100 тысяч умирает. Что касается эпидемиологии России в сравнении с Европой, ну, видите, немножко такие диаметрально противоположные картинки, у нас достаточно низкая заболеваемость, очевидно, это все-таки связано с недостатком в установке диагнозов и достаточно высокая летальность. Она действительно высокая, именно поэтому мы продолжаем говорить о лимфоме Ходжкина и актуализировать проблему, связанную с лечением этого злокачественного заболевания. Ну, вот на сегодняшний день единственные официальные данные, на которые мы можем ссылаться в нашей стране, это справочник Каприна. В 2015 году в Российской Федерации на 3 тысяч новых, впервые диагностированных случаев лимфома Ходжкина, было тысяча, почти тысяча пациентов, которые от лимфомы Ходжкина в 2014 году скончались. Вы видите, это соотношение составляет 3 к 1. Для сравнения, Соединенные Штаты 7 к 1, поэтому Германия, как одна из самых благополучных стран в плане оказания помощи, где находятся самые известные кооперативные группы по лечению лимфомы Ходжкина, 7 к 1, практически двукратное различие. Особенно это важно, учитывая то, что подавляющее большинство пациентов, страдающих лимфомой Ходжкин, это молодые люди абсолютно работоспособного возраста. Как выглядит в целом эта ситуация у нас? Диагностируется в среднем около 3 тысяч первичных случаев ежегодно. Первичные эзистентные больные – это около 10% случаев, и до 30% пациентов – это те пациенты, у которых диагностировано эцидив заболевания. Таким образом, 300 пациентов в год – это те пациенты, которые имеют первичное эзистентное течение, и около 1000 пациентов в год – это те пациенты, которые эцидивируют после терапии первой линии. Следующий важный этап, о котором мы должны говорить – это трансплантация костного мозга. На сегодняшний день этот вид помощи считается золотым стандартом лечения пациентов с эзистентной или эйцидивирующей лимфомой Ходжкина. Безусловно, своевременно наполнить трансплантационные центры больными, которым показана трансплантация, в нашей стране тоже невозможно. С чем это связано? С тем, что при населении 146 миллионов человек мы имеем фактически 18, еще сейчас, может быть, в некоторых регионах открылись, в муниципальных больницах, 18 трансплантационных центров. И из них только 6 аккредитованы в Европейском обществе по трансплантации костного мозга. И из них только 6 имеют возможность выполнять все виды трансплантации костного мозга. То есть, если говорить откровенно, то центров таких у нас 6. Остальные 12, 14 – это те центры, которые просто могут проводить высокодозную химиотерапию с поддержкой аутологичными стуловыми клетками. Таким образом, у нас 1 центр на 8 миллионов человек населения. Современные требования Европейской ассоциации трансплантации костного мозга диктуют нам, что должен быть 1 центр на 1 миллион населения, чтобы полностью покрыть потребности в этом виде медицинской помощи. Ну вот, к примеру, мы возьмем благополучную Германию, 82 миллиона человек, 110 центров. Есть города, ну вот у нас в основном это Москва и Петербург, а там достаточно большое количество даже небольших городов, в которых есть 1, 2, а то и 3 центра. Таким образом, 1 центр на 700 тысяч населения. Совершенно другие данные. Это же касается и трансплантационной активности. В Германии делают больше 70 трансплантаций на 1 миллион населения. В нашей стране, ну вот сейчас данные 2016 года несколько изменились, поэтому это, скорее всего, будет около 10 трансплантаций на 1 миллион населения. Поэтому разница, ну вы видите, да, 70 и 10, практически семикратная. Трансплантация костного мозга лимфомы Ходчкина. Ну, два исследования в 93-м году в Ланцет и еще позднее тоже в Ланцет в 2002-м, которые показали безусходное превосходство трансплантации костного мозга над стандартной терапией у пациентов с рецидивами лимфомы Ходчкина. Сравнивалось применение режима кондиционирования БИМ или проведение нескольких курсов ДЭКСа БИМа. Эти данные оказались, различия оказались достоверны. Практически со среди на 90-х годов трансплантация костного мозга, ну, высокодозная химиотерапия с пересадкой собственных славок клеток, являются стандартом оказания помощи пациентам, у которых констатировано эцидив заболевания. На сегодняшний день это все уже фактически узаконено в международных рекомендациях, которые ежегодно обновляются и публикуются Европейской ассоциацией по трансплантации костного мозга, и вы видите, алтологичная трансплантация в химио-очувствительном эцидиве является стандартом оказания медицинской помощи. Соответственно, никакой иной терапевтической тактики в отношении больных, у которых есть эцидив заболевания, рассматриваться на сегодняшний момент даже не может, это в целом нецелесообразно. Безусловно, важно, какой эцидив, ранний или поздний, но и в том, и в другом случае вы видите абсолютное превосходство высокодозной химиотерапии, то есть неправильно было бы говорить, что человек с поздним эцидивом, который случился через год после окончания стартовой терапии, через два года, он может быть повторно вылечен какими-то, пусть более интенсивными, но методами, линиями химиотерапии первой линии. Как, собственно, на сегодняшний момент выглядит терапия эцидивов лимфомы Ходжкина? Практически это, наверное, тот стандарт, который на сегодняшний момент применяется во всех странах Западной Европы и Северной Америки. Начинаем мы, безусловно, с верификации диагноза, то есть нам необходимо констатировать, что у пациента все-таки имеет место эцидив заболевания. Многие манкируют повторными биопсиями, но наш опыт показывает, что всякие разные интересные вещи находятся, когда мы делаем повторные биопсии, и зачастую, ну не зачастую, но бывают даже случаи, что нет смысла проводить такую терапию. Вот Юрий Саныч, не даст соврать, недавно у больного мы нашли салфетку. Да? Вы помните этот случай, когда мы думали об интенсивной терапии, выполнили повторную биопсию якобы лимфатического узла на шее, оказалось, что нам просто когда-то забыли салфетку. Да, ПЭТ-позитивная. Ну, естественно, что ПЭТ-статус не является основанием для инициации терапии второй линии, потому что существует большое количество ложноположительных результатов, это мы тоже видим. Поэтому, безусловно, до принятия решения о том, что у пациента эцидив и ему показана противоопухолевая терапия второй линии, необходимо выполнить биопсию. Начинаем мы с айдуктивной терапии, как и все. Это какие-то платин, содержащие курсы, ТХАП, АИС или АГЕФ, кому что удобнее воспроизводить и у кого какой навык. Дальше все это завершается в высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного мозга, безусловно, при достижении существенного противоопухолевого эффекта. Какие требования мы предъявляем к режимам второй линии? Ну, в первую очередь, это высокая противоопухолевая активность, хорошая переносимость и возможность, безусловно, проведения мобилизации гемопатических столовых клеток. Потому что если мы не получаем трансплантат адекватной клеточности, вопрос о проведении высокодозной терапии снимается. Ну, наиболее эффективными на сегодняшний день режимами противоопухолевыми второй линии являются АИГЕФ, АИС и ТХАП. Ну, мы в своей клинике всегда применяем ТХАП, нам так удобно, у нас уже выработался какой-то, можно так сказать, айфлекс, все понятно, в какой день что проводить, когда что начинать, когда больных обследовать. Ну, есть режимы сопоставимой эффективности, GVD, СХАП. Ну, есть режим Дексабим, он, безусловно, один из самых эффективных, но в Дексабим входит алкеран, поэтому мы настоятельно рекомендуем от него отказываться, потому что алкеран является мелотоксичным препаратом для полустоловых клеток. И после нескольких введений алкерана существует высокая вероятность, что трансплантат у этого пациента получить никогда не удастся. Вот так оно и есть, ТХАП, у него 90% практически общих ответов, из недостатков нефро и вототоксичность, но в целом при адекватной генератации больных мы практически не наблюдаем этих осложнений. Айс сопоставим, но у него есть худший мобилизующий эффект, Айгеф неудобен для воспроизведения, Дексабим, я сказал, он достаточно эффективен, но у него много осложнений, 5% летальность связанная с лечением и выраженный антимобилизующий эффект за счет алкерана. Я тут написал CCNULOP, но в целом это всякогорты палеотивных режимов химиотерапии, которые сейчас меньше, но раньше зачастую использовались как терапия спасения в айцидиве. Они обладают низкой токсичностью, хорошо переносимы, практически абулаторны, но они обладают ничтожной эффективностью, поэтому это все, эта дорога в никуда. Как проводить эти ТХАПы? Ну, безусловно, все мы знаем, что раз в 21 день, но вот немецкие исследователи показали, что ТХАП тоже может быть time intensified, то есть ТХАП-14, тот момент, когда вы констатировали восстановление гемопоэза, после первого курса в этот же день можете начать второй. Ну, надо сказать, что на следующем слайде это будет более понятно, что есть определенные сложности, как это делаем мы в своей клинике, и на самом деле, ну, многие говорят, я там с разными коллегами общался, что многие центры в России могут проводить вторую линию, но просто мы не можем делать трансплантацию. На самом деле, второй линии без трансплантации не бывает, и вот только такая может быть вторая линия. Поэтому и платин, содержащий курсы, необходимо проводить исключительно в тех центрах, где можно выполнить трансплантацию костного мозга, иначе это, в общем, все превращается в бессмысленность. Как это делаем мы? Мы проводим ТХАП, и сразу после ТХАПа, на выходе, в момент восстановления гемопоэза, мы производим заготовку гемопоэтических стволовых клеток. Это в будущем дает нам возможность выиграть месяц на следующие процедуры. Дальше мы проводим ТХАП, оцениваем после него эффект, и сразу переходим к БИМу. Если мы считаем, что эффект достаточный, вот на весь этот этап у нас уходит 6-8 недель. Хорошая противоопухолевая активность, заготовленные трансплантаты, больной сразу, практически не выписываясь из клиники, после небольших обследований и стадирований, переходит на высокодозную терапию с реинфузией стволовых клеток. Эта процедура занимает ТХАП, и таким образом, в интервал от 9 до 12 недель мы проводим пациенту весь спектр лечебных процедур, в общем, что на сегодняшний день является стандартной помощью. Чаще всего, к сожалению, происходит как? Больного консультируют, отправляют проводить вторую линию в стационары по месту жительства. Когда вторая линия проводится, выясняется, что места для него уже нет, потому что везде очереди у всех свои больные. Соответственно, этап мобилизации откладывается еще на месяц, на два, на три, и таким образом все это занимает уже 4-5 месяцев. И часто бывает, что пациент, пришедший к нам после ТХАПов, АйГЕВов или АйСов, он приходит к нам уже с утерянным противоопухолевым эффектом. Соответственно, высокодозная химиотерапия в этой ситуации ему уже не показана. Какого эффекта надо добиться? Конечно, надо добиться полного ответа. КАЭВ и выживаемости. Видите, да, абсолютно противоположные. Это пациенты, которым всем была сделана трансплантация в разных ответах. В полном ответе, в частичном и при резистентном течении заболевания. ПЭТ-статус. Безусловно, важен. Пациенты, которых удалось добиться ПЭТ-негативного статуса до трансплантации, результаты их лечения существенно лучше. Это не только зарубежные данные наших американских коллег, но и данные из неопубликованных. Это центр номер 725. Это клиника детской трансплантации имени Раис Максима Горбачевой. ПЭТ-негативный и позитивный статус действительно существенно влияет на выживаемость этих пациентов. Таким образом, если в целом сказать о том, как выглядит лимфома Ходжкина и где место для трансплантации, то можно это в такой, наверное, не совсем сложной схеме представить. Первая линия плюс-минус лучевая терапия, все время меняются взгляды. Ну, здесь не биокоп, а биокоп-бейст, потому что биокоп стандартный уже никто не применяет, его эффективность тоже действует на АБВД, поэтому формально это АБВД, биокоп-14 или биокоп-эскалированный с ПЭТ-исследованиями, там, до, в соедине и после. Если полный ответ, то, безусловно, мы надеемся все, что это излечение. А вот если аэцидив или аэзистентность, то дальше мы начинаем говорить о платин, содержащий химиотерапию, при наличии химиочувствительности, высокодозная терапия и, опять же, излечение, это где-то до 50% больных с аэцидивами. А вот если вторая линия не принесла успеха, то тут уже возникает целая проблема. Но вот появление новых противоопухолевых препаратов, оно существенно облегчило ситуацию. Мы сейчас рассмотрим, как в данном случае можно, какие еще терапевтические подходы можно применить к аэцидинам и аэзистентным больным. Но самая неудачная ситуация – это или первичное аэзистентное течение, или аэцидив после аутологичной трансплантации костного мозга. Можно сказать, что еще 3-4 года назад это палиативная ситуация, сдерживающая терапию в стационарах по месту жительства, и не более того. На сегодняшний момент чем мы можем помочь таким больным? Ну, безусловно, там сохраняется в резерве у нас ГИМЗАР, опять же, исключительно из финансовых возможностей каждого конкретного региона. Это могут быть бендамустин, содержащие режимы, на втором месте. Хотя правильнее было сейчас поставить на первое место – это новые молекулы. Можно говорить о разных, но на сегодняшний день более-менее в каком-то количестве регионов доступен БНТУКСИМАП. Очень сложно говорить о опыте лечения НИВЛУМАМом и ПЕМРОЛИЗУМАПом, потому что НИВЛУМАП у нас для лимфомоходчкина был только в расшейном доступе, а ПЕМРОЛИЗУМАП сейчас только появляется в клинических исследованиях в России, несмотря на то, что он уже одобрен в ДИИ по этим показаниям. И, безусловно, аллогенная трансплантация костного мозга. Такая достаточно сложная опция, но, опять же, учитывая финансовые соображения, иногда в нашей стране, к сожалению, можно Алла поставить даже перед БНТУКСИМАПом и НИВЛУМАПом, потому что иногда проще провести трансплантацию, чем в регионе получить вот эти вот дорогостоящие препараты. Вот их сейчас три – АЦЭТ, ИСКИТ, РУДЫ, АБДИВА, НИВЛУМАП, ПЕМРОЛИЗУМАП и НИВЛУМАП. Они имеют все примерно одинаковую эффективность при лечении резистентных форм, количество общих ответов чуть больше у НИВЛУМАПа, но зато БНТУКСИМАП существенно превосходит все эти препараты по количеству полных ремиссий. На самом деле, собственно, анти-СИТ-30 – это молекулопереносчик, если в двух словах сказать о структуре действующего вещества, здесь ауэстатин Е – это высокотоксичный препарат, просто самостоятельное его применение имеет достаточно большое количество эффектов. Поэтому молекулопереносчик встраивается в структуру клетчатой мембраны и высвобождает действующее вещество, которое нарушает функцию микротрубочек и таким образом приводит к гибели клеток. Какое место на сегодняшний день, в 2017 году, мы можем найти для БНТУКСИМАПа? Опять же, говорим о том, потому что мы имеем наибольший опыт его применения и, в общем, на сегодняшний день действительно можно сказать, что это самый доступный из новых таргетных препаратов для лечения лимфомы Ходжкина. Ну, в первую очередь, это поддерживающая терапия после аутоологичной трансплантации. Это показание появилось, исходя из исследования. Далее я в двух словах на нем остановлюсь. Дальше – это резистентный первый ЭЦДИФ плюс аутотрансплантация. То есть, фактически, это некий бридж, мост для трансплантации костного мозга. Если раньше пациентам первично-эзистентным к какому-то количеству делали, проводили высокодозную терапию, ну, просто по каким-то социальным показаниям, что, ну, есть опция, давайте ее выполним, по сути, опция дискредитирующая метод, то сейчас применение БНТУКСИМАБа позволяет нам получить ПЭТ-негативные ответы даже у эзистентных больных и таким образом перейти к аутоологичной трансплантации. Это, может быть, третья линия терапии – ЭЦДИФ после ауто, опять же, как бейдж-туалла, эдукция, и поддерживающая терапия – лечение после аллогенной трансплантации костного мозга. Ну, вот, если говорить о поддерживающем терапии – это исследование ТЕРА, пациенты поделились 50 на 50, половина получала… Это пациенты, которым была выполнена трансплантация, это поддерживающая терапия после трансплантации. Вот такой дизайн. Пациенты первично-эзистентные из исследования были исключены. И есть определенные, неопределенные, а статистически достоверные преимущества в выживаемости без прогрессирования заболевания. Ну, данные по общей выживаемости примерно одинаковы, но вот беспрогрессивные – это очень важно. И монотерапия баентуксимабом, ЭЦДИФ после ауто, каждые 12 недель введения, 75% общих ответов – это, в общем, то, на чем мы, на самом деле, раньше мечтать не могли по использованию палиативных курсов химиотерапии. Не буду останавливаться на этих данных, с вашего позволения, по той простой причине, что времени у нас действительно мало. И комбинированная терапия мы рассмотрим на клиническом случае как bridge-to-аутологичная трансплантация у пациентов, в которых, к сожалению, не было полного ответа. Вот это наша пациентка, мы ее трансплантировали, получили у нее полный ответ. Ну, как вот это все развивалось в двух словах. Классические увеличения лимфоузлов. Она лечилась не у нас индукционно, но такой достаточно показательный пример, что все, как все надо стараться делать. Была выполнена биопсия, установлен диагноз лимфомы Ходжкина, образование в средостении. Лечилась она стандартно, это вторая стадия, была по протоколу БВД, проведено 6 курсов, проведена оценка глубины ответа, и по данным позитронно-эмиссионной томографии ответ получен не был. Констатирован резистентность заболевания. Сейчас там будет более понятно. Немножко будет задержка по времени, но извините. Эффекта лучше не был. Эти опухолевые изменения. По месту жительства решили провести противопухолевую химиотерапию по схеме ТХАП. Провели два курса без значимых явлений токсичности. Опять же, эмиссия не достигнута. Появились Б-симптомы. То есть, очевидно, опухоль прогрессирует, лихорадка, выраженная ночная потливость. С такими жалобами эта пациентка обратилась в нашу клинику. Мы стали ее эстодировать. Ну, видите, да, отчетливо опухоль прогрессирует. Налицо отрицательная динамика. Отсюда встает вопрос, что делать. Но это был 2015 год. Тогда Б-н-туксимап еще в нашей стране был не зарегистрирован. Поэтому там два варианта развития событий. Или все-таки какое-то палеотивное лечение. Отправить ее домой. Или все-таки попробовать рискнуть. Ну, начали мы с повторной верификации диагноза. Мы ее госпитализировали к нам. Синуром верхней половой вены гидроперикардом. Выполнили ей торокоскопию. Образование. Обеопси образования. Подтвердили диагноз лимфомы. А я стадировал ее снова после операции. Обухоль продолжает прогрессировать. И тут между нами встала дилемма. Что же делать дальше? Потому что молодая женщина все-таки все равно надо двигаться в сторону трансплантации костного мозга. Ну, вы видите, да? Отчетливое прогрессирование с инвазией в тайны легких, с отколитказами, появляющимися. В общем, достаточно неблагополучная ситуация. Действительно, еще несколько лет назад можно было бы отпустить ее домой. Ну, на самом деле, мы просто попросили тогда благотворительные фонды нам помочь. И пока вот эти вот мероприятия проходили по организации сбора финансовых средств, мы провели ей все-таки АйГЕФ. Почему АйГЕФ? Потому что заготовить столовые клетки, а дальше уже решить, что мы будем делать. Мы провели ей АйГЕФ на фоне введения гранулоцитарного колония, стимулирующего фактора. Мы получили достаточный клеточный стиль трансплантат. Но, опять же, вот вы видите, эффективность схем противоопухолевотерапии второй линии, она фактически тождественна. Этот случай налицо. Минимальная индукция образования, небольшое мельчение гидроперикарда и купирование тахикардии. Это весь противоопухолевый эффект, который мы сумели получить. В общем, наверное, ни на что большее мы не рассчитывали, к сожалению. Не получилось, да? Тогда мы решили, наконец-то, благодаря организации нам помогли, и мы приступили к лечению баентуксимаб содержащими схемами. Самая эффективная из них – это комбинация баентуксимаба с бендомустином. Мы провели ей 4 курса противоопухолевой терапии, и после этого мы оценили ответ. И получили практически полный ответ по данным компьютерной томографии и полный ПЭТ-негативный ответ. То есть за 4 месяца ситуация из некурабельной больной, она стала пациенткой, полностью элитжи был подходящей для высокодозной химиотерапии, и мы достигли, даже учитывая современные подходы к ПЭТ-статусу, того эффекта, который считается самым лучшим для при переходе больных на высокодозную терапию. Полный ПЭТ-негативный ответ. Мы трансплатировали эту пациентку, и на сегодняшний день уже в течение двух лет она находится в эмиссии. Мы не смогли тогда обеспечить ее поддерживающую терапию, но вот ту вторую линию, которую мы провели с препаратами ацета и с баентуксимаба, в общем, потрясающий, на мой взгляд, подействовал. Ну и последний тренд, что касается лимфомы Ходжкиной трансплантации, это аллогенная трансплантация по лимфоме Ходжкина. Все равно такие пациенты есть, и даже несмотря на появление новых противоопухолевых препаратов, литературные данные, собственные наблюдения показывают, что, в общем, если эффекты удается получить, не всегда он продолжительный, и какая-то часть больных все равно начинает быстро прогрессировать. Если это пациенты достаточно молодого возраста, и у них есть там потенциальные сиблинги, мы имеем возможность выполнить эмалогенные трансплантации костного мозга. Но на сегодняшний день видно безусловное преимущество в лечении этой самой невылоуголочной группы пациентов с использованием эмалогенной трансплантации костного мозга. Но сейчас в гематологии и трансплантологии есть новый торрент – это гаплоидентичные трансплантации. Это пересадки костного мозга от частично совместимых родственных доноров – мам, пап, братьев и сестер. На сегодняшний день это, в общем, действительно терапия выбора. Количество гаплоидентичных трансплантаций, безусловно, растет. Связано это с двумя причинами. Ну, наверное, самое главное с той причиной, что у подавляющего большинства пациентов, ну, скажем так, до 30 лет, есть потенциальный донор. У кого живы родители, у кого есть совершеннолетние дети. Современные способы профилактики реакции трансплантатов против хозяина позволяют иметь практически такую же частоту встречаемости реакции трансплантатов против хозяина, как и применение эмалогенных неродственных трансплантаций. Поэтому от только-только появляющихся подобных трансплантаций в 2004-2005 году на сегодняшний момент число их прогрессивно увеличивается, и из года в год делается их все больше и больше. В нашей клинике мы тоже делаем аллогенные, и в том числе гаплоидентичные трансплантации. Вот у нас есть одна пациентка, мы на прошлой неделе сделали подобную трансплантацию, она прогрессировала и на ацетойсе, и на неволумабе. К сожалению, никаких иных способов сдержать заболевания нет. Поэтому вот мы попытались сделать это подобным образом. Ну, это видно в рекомендациях ИБМТ, что, в общем, этот метод входит в рутину, действительно, что рецидив после аутологичной трансплантации костного мозга на сегодняшний момент является стандартным оказанием помощи, является аллогенная трансплантация, или от родственного полностью совместимого, или от неродственного совместимого донора. Ну, и как клиническое общество, это, безусловно, гапло, но вполне возможно, что с появлением и развитием методик профилактики реакции трансплантат против хозяина и гапло-трансплантация скоро станет стандартным методом лечения этих пациентов. Спасибо за внимание. Я уложился ровно в 22 минуты. Какие есть вопросы к Сергею Михайловичу, который 22 минуты говорит? Вопросов нет? Спасибо за внимание. Все там на торжественное открытие, если еще туда можно. Игорь Негода.